Я работаю, естественно, не только с тюркскими народами, как россиянин в девятом поколении. Мы работаем и с сибирскими народами, как алтайцем-алтайцы. Тюрки мы сибиряки, естественно, мы россияне, а дальше мы, естественно, все советские люди. И вот по прошествии времени я наблюдаю, что сейчас за последние несколько лет в общественном сознании тех народов, которые выделились из СССР, самостоятельной республики, произошло, можно сказать, необратимое изменение в пользу осознания, что мы все-таки являемся одной большой семьей. Одной большой семьей, жившим в Советском Союзе, исторической России и в древние времена на континенте Евразии. Идет, особенно среди образованного слоя, растет понимание, что в одиночку выжить в этом сложном мире 21 века практически невозможно. Народ прекрасно понимает, что произошла историческая ошибка в 91-м году. Естественно, страну нужно было модифицировать, естественно, нужны были экономические, политические и прочие изменения. То, что у нас застыло после 1936 года, Великая Отечественная война, которая потребовала колоссальных усилий выстоять и победить в этой войне, оно и привело к тому, что после войны, на самом деле, настоящей теоретической такой работы не происходило. Была профанация на высоком уровне. Я помню, по временам аспирантуры, когда слушаешь ученых, великолепные специалисты говорили очень серьезные, глубокие вещи, но когда они собирались на партийные собрания, это было невозможно слушать. Три часа молотили какую-то ерунду в то время, когда проблемы, они оставались нерешаемы. И мы получили то, что мы получили. Поначалу, после 91-го года, естественно, политическая часть этих республик, представленная партийно-советским аппаратом и научно-творческой интеллигенцией, вообразили, что они могут прекрасно жить. Потому что у них остался советский менталитет. Они думали, что если Украина размером с Францией, они могут стать большой среднеевропейской страной. Увы, вы видите, что этого не произошло. Что нет государственного опыта, даже, я бы сказал, генетического опыта, даже у тех представителей, у которых большая территория, будь это Украина или Казахстан, я не говорю уже, малочисленных республиках. Как они могут жить? Какая может быть наука развиваться в Армении? Там уже не будет Амбарцумяна или Молдовы. Не будет. Если отрезать палец, невозможно жить без цельного организма. Так и вот, и простые люди это очень хорошо понимают. А интеллигенция осознала, после того, как они побывали послами, чиновниками, поездили по белому свету, опять они понимают, что мы все, все-таки здесь, наше место в Евразии, на континенте Евразии, на территорию нашей страны, разделенной на 15 республик. Если говорить о конкретном проекте, я очень рад тому, что надо, надлежит заниматься большой Евразией. Вот я слушаю вас, вы больше говорите о мусульманах. Мне кажется, мы в нашей стране немножко перегибаем палку в сторону мусульман. Они, естественно, активны. Мы забываем, что происходит в центре Евразии. И, посмотрите, на юг от Кашмира, где полыхает, тлеет постоянный пожар между двумя частями Индии, индуистской и мусульманской Индии, лица Пакистана и Индии. На севере до Алтая, до Большого Томска, по прямой линии, идет фронтир. Фронтир. Этот фронтир был и раньше, просто вот царская Россия, это лучше понимали, чем мы сейчас в постсоветской России. После иранской революции, естественно, внимание переключилось на ислам. Но мы не видим то, что происходит в буддийском мире, не менее важном, а я бы сказал, даже более важном мире. И там идет фронтир на юге Сибири, от Алтая до Забайкаля, по всей линии нашей государственной границы, в Монголии, на западе Монголии, в западной части Китая, которая была историческим западным краем китайских хроников. Там этот процесс идет. Вот. Китайское правительство сейчас похватилось в Синьцзян, потому что я удивлялся их либеральному отношению 20 лет назад, когда побывал, но они были заняты экономическим развитием и недостаточно обращали внимание на те процессы, которые происходят в этой части страны. Шла война в Афганистане, имелось воздействие Саудовской Аравии, Пакистана, Турции, Ирана и так далее. И, естественно, рано или поздно государство должно было этим заняться. И мне кажется, что Россия тоже должна будет этим заняться. Причем серьезно. Серьезно заняться для работы с нашими гражданами. В Киргизии идут очень серьезные процессы. Между севером и югом. Киргизы один народ, но у них была разная история политическая. Южные Киргизы входили в состав Каканского ханства, которое было ликвидировано после присоединения к России. Возник русский Туркестан. И северная Киргизия, которые сто лет до прихода русских с севера Томска, они находились в безгосударственном состоянии, без централизованной власти. После падения Джунгарии 260 лет назад. Падение Джунгарии изменило очень серьезно политическую и этническую карту Евразии. И в России вот этот фактор тоже до недавних пор не был осознан серьезным образом. А это будет иметь место. Это будет иметь место. Поэтому в этом отношении нам нужно работать во всех этих направлениях. Вот когда вы говорите о Томске, что да, произошла потеря. Потому что Томск тоже непонятно. Вот мне непонятно, почему большевики расчленили Западную Сибирь, Томскую губернию. Томск был столицей, естественной столицей русской Сибири в царское время. Но, видимо, в результате противоборства большевиков и эсеров, все позиции были сильны в Сибири, они пошли на расчленение Томской губернии, что тоже оказалось не на пользу. Вот это мы сейчас испытываем. Чтобы нужно было Томск заменить на деревушку, которая возникла из-под моста через Новониколаевск, Новосибирск. И вот русские города, которые были административными центрами Томск, Кузнецк, Бийск, потеряли свое административное значение, что последствия сказалось и при создании национально-территориальных образований в Средней Азии, в Казахстане и на юге Сибири. И вот, исходя из того, что сейчас мы происходим, сейчас, кроме того, возможно, вы не обращали внимания, в Якутии в прошлом году произошли серьезные столкновения. Это, кстати, назревало. Я якутам это говорил раньше. Они недопонимали этот вопрос. Недопонимали. И это произошло в результате стычек на бытовом уровне якобы с киргизами. Но это там только называется и киргизами. Потому что там выходцы были с Кыргызстана. Это могли быть таджики, это могли быть узбеки. За ними могли быть и выходцы из Северного Кавказа. То же самое в Бурятии произошло. То же самое в Киргизии происходит такая, знаете, этнокультурная несовместимость. Если мы не будем работать в этом направлении, мы в недалеком будущем можем получить Югославию, Косово. Мы можем получить Ливан и прочее. У нас на Алтае тоже думают, что это тихий, стабильный регион. Все туда летят. Думают, что это туристический край. Они не понимают, что именно на Алтае сходятся не только четыре государственные границы. Монголия, Китая, России и нынешнего Казахстана. Там сходятся исторически так было четыре культурно-цивилизационные системы. Полный набор. Христианство в лице православия, буддизма. На Западе Китая и Монголии. Мусульманство. И нашей религии. И над этим, к сожалению, вот это видишь, что наши местные региональные власти не успевают, не поспевают, не понимают очень серьезность этого положения. Они не понимают, что под ними вот это очень такая рыхлая почва. Поэтому вот это укрепление вопросов межнационального, и межконфессионального согласия сотрудничества восходит и к другому. Вот в этом, как вы говорите, постмодернистском мире. На самом деле это укрепление нашей внутренней и внешней безопасности страны. Мы это должны осознавать. 20 лет тому назад мне пришлось некоторое время работать в Федеральной иммиграционной службе России. Прекрасная была организация. Напрасно эту организацию слили с МВД. Это была ошибка административная. И вот я видел там специалистов, очень хорошие специалисты, но они были узко зашорены. Они не знали историю. В то время они занимались исключительно Чечнёй и переселением людей с севера. С севера. Я спрашиваю, а зачем вы переселяете людей с севера? 400 лет наши предки шли, осваивали Великую Сибирь. И вы оставляете посёлки, города, бросаете. Чукчи останутся. Они со времён мамонтов жили. Они переживут. А вот те, кто приехали, кто туда придёт? Святое место пусто не бывает. Туда придут американцы, канадцы, корейцы, японцы, китайцы, даже австралийцы. Зачем вы их переселяете в Воронеж? Зачем вы их переселяете и без того перенаселённый Краснодар? Вы заняты Чечнёй. Это маленький по меркам даже не Сибири, а Подмосковья район административный. А вы понимаете, что произойдёт, если произойдёт взрыв в Узбекистане? Куда люди хлынут? Они пойдут обратно туда, откуда они пришли, в Нижнее и Среднее по Волжье. И в Сибирь. Их в Иран не пустят, Китай не пустят. Дальше на Афганистан они не пойдут. Вот этим нужно заниматься. Но, к сожалению, они были узкие специалисты. Они вот эти вещи не соотносили. Не знаю, как сейчас там у них идёт. Но я думаю, что положение не очень в этом отношении улучшилось. В прошлом году я участвовал на слушаниях в Государственной Думе. И там впервые я услышал, как Жириновский совершенно правильно говорил и критиковал работу и МИДа, и сопутствующих МИДу таких структур, как Россотрудничество. Они сидели, просили деньги. А я видел в Аше три года назад. Проходил большой, оказывается, там традиционный, проходит беседа на Шёлковом пути, традиционный такой форум с участием, естественно, представителей всех стран. Я увидел там похожего на Черчилля англичанина почтенного. Я увидел там двух китайских консулов. Я увидел снующих южнокорейцев. Но не увидел представителей российского посольства, которые находились от университета на расстоянии полутора километров. Я видел их, чем они там занимаются. Они даже для интереса туда не пришли. Я пришёл туда, меня никто не назначал, но просто участвовал. И оказался там наш поэт, уроженец Джалалабада, Михаил Синельников. Я говорю, Миша, пойдём. Там нет России. Мы с тобой будем представлять Россию. Когда мы пришли, появился российский флажок. Когда нам дали слово, все услышали слово и голос в России. И все были рады. И они понимали, что нас там не хватает. То же самое через неделю продолжилось в Казахстане. В Семеречье то же самое. И там я увидел ещё более уникальный экземпляр. Японка, которая говорит на турецком и на казахском, но не на русском. Сидела казашка, переводила ей с русского доклад на казахский. То есть они активно работают с нашей Средней Южной Азией. И японцы, и корейцы. Им этот климат нравится. Они даже поговаривают. И кухня нравится. Они даже поговаривают о переселении туда. Точно так же, как и арабы. То им тоже очень нравится наша Средняя Азия. А киргизы, казахи, они не понимают, что они живут сейчас в другом мире. Их очень мало по сравнению с арабами. 5 миллионов. Казахов всего 7 миллионов по сравнению с 85 миллионами турков. Они не понимают, что с ними произойдёт, если Россия оттуда уйдёт навсегда. А Россию оттуда никто не гонит. Наоборот, я слышал, иду, бабки сидят, разговаривают. Говорят, когда, наконец, русские снова вернутся сюда. По-киргизски разговаривают. Они же не знали, что я понимаю. И вот, видимо, вот это наступило время нашего возвращения, культурного возвращения. И нам надо найти тот язык, с которым надлежит с ними говорить. И я уверен, что они нас поймут и примут.